Добрый день, в эфире Медиаметрикс, программа «Внутренний рубеж», с вами Натана Фредериксон, но это даже не важно, важно другое. Сегодня наш гость, известный телеведущий Артём Шейнин. Артём, добрый день. Добрый день. По поводу вашего стиля ведения программы. О, я ожидал. Конечно. Вот смотрите, ваша стычка с Майклом Бомом. У меня не было стычки с Майклом Бомом. Пересказывая, что написали Ура-Ру, я тоже видела этот фрагмент, но мне проще пересказать, что написал Ура-Ру. «Ты чё меня провоцируешь? Ты чё меня провоцируешь? Я сказал, сидеть!» Кричал российский журналист, хват американского журналиста за шею. Вот таким захватом вы это делали. В инцидент вмешался член Совета Федерации Франц Клинцевич, и это отдвинул Шейнина от американцев. По-вашему, это профессиональное поведение? В рамках какой профессии? Телеведущего, естественно. В рамках профессии телеведущего ток-шоу. Вы же телеведущий, правильно ведь? Ну, на самом деле, если говорить о профессии, нет. Это было непрофессионально? Нет, я не профессиональный телеведущий. Подождите, ещё раз. Вы выходите на Первом канале, Первая кнопка, во всех смыслах Первый. Ваш гость в студии с чём-то вам не соглашается, и уж простите, я думаю, вы часто это слышали. Вы как известные, простите, гопни по дворе, ты чё, ты чё, иди сюда. Ну, вы считаете это как, профессионально для Первого канала? Я объясняю вам. Я не знаю, что такое профессионально для Первого канала. Есть у разных людей представление о том, как можно и как нужно вести программу. И у каждого есть выбор, какую программу, с каким ведущим они смотрят. И если люди выбирают смотреть среди прочих программ с разным стилем ведущих, программу, где у ведущего стиль такой, это значит, что есть часть людей, которые считают это нормально. То есть вы для хайпа это делали? Я это делаю не для хайпа. Я вам ещё раз говорю, когда вы говорите про профессию ведущего, рамки профессии, кто определяет эти рамки профессии? Это кто сказал, что это профессионально или нет? Подождите, ну хватать вашего гостя в прямом смысле вот так за шею, но вам не кажется, что это как-то немножечко перебор? Или вы какую-то цель конкретную ставили, когда это делали? Я, конечно, ставил конкретную. Более того, если бы вы так же, как и УРА.РУ, посмотрели бы не только этот кусочек, который все вырезали. Я помню, как Екатерина пыталась вас там разнять, Артём, не надо, кричала. Вот если бы вы посмотрели, в отличие от УРА.РУ и всех остальных супер объективных и супер, так сказать, внимательных журналистов, не только этот кусочек, а то, что было потом. Потом я прекрасно сказал, что я сделал. И я объяснил, что я сделал. Я продемонстрировал Майклу, как ему не нравится. Ведь логика Майкла и то, чем он меня изначально на это провоцировал, не первый раз заключается в том, мы как страна... Что еще провоцировали? Мы как страна... Ну, я вам сейчас объясню, что если вы, так сказать, делаете вид, что не знаете. Он меня провоцировал тем, что он четыре раза до этого, просто вы не хотите это замечать и слышать в эфире, он четыре раза до этого сказал, что, так сказать, Россия только и может, значит, говорить. Это же был... Про что у нас был тот эфир, Надана? А почему же вы сразу... Надана, про что у нас был тот эфир? Не помню сейчас, честно говоря. О! Вот видите? Потому что вам не важно. А эфир у нас этот был... Просто не помню, Артем. Я очень много смотрела в ваших эфир. Вы не помните, потому что... Нет. Ну, сейчас угадаю. Либо Америка, либо Украина, понимаете? Значит, конкретно это была ситуация, при которой без всяких объяснений в нарушении всех международных норм с нашего представительства в Сан-Франциско был снят флаг. А, да, сняты флаги. И это было оскорбление нашего флага. И это была не дискуссия, это был не спор, это было начало программы. Причем здесь Майкл? Он их не снимал. Объясняю. Потому что когда я в начале программы сказал, что я лично считаю это оскорблением нашего флага, и я лично считаю, что мы должны отреагировать на оскорбление нашего флага, в этот момент Майкл, которому никто не давал слова, и у которого даже не было микрофона, то есть он это говорил, почему я говорю, что это была провокация? Он это говорил не в эфире, не как гость, которому задали вопросы, которые отвечают, и которые участвуют в полемике. Он конкретно в этот момент, сидя без микрофона и без ничего, четыре раза сказал, Артем, ты сейчас говоришь как Россия, вы ничего не можете, вы можете говорить только словами. Артем, мы ударили бы его тогда уже. Секунду, секунду. Довели бы уже дело до конца. Секунду, так вот, после чего, когда я продемонстрирую, и об этом сразу после этого кусочка, ну просто вам дальше не надо, и Урару дальше не надо, и вам дальше не надо, и Новой газете дальше не надо. Не оправдываюсь. Слушайте, Надан, я не оправдываюсь, это вы… То есть вы считаете, что вы правильно поступили? Вы же не дослушали. После того, просто если бы вы дали себе труд еще две минуты посмотреть невыдранный кусок, а дальше, после этого я сказал, Майкл, вот я себя сейчас повел так, как ты предлагаешь себя вести в твоей стране, когда вы говорите, что мы себе можем позволить делать, что хотим, просто потому что мы сильнее. Так вот, в ситуации, когда я могу себе позволить делать что-то только потому, что я сильнее, ты же считаешь, что это недопустимо. Так а почему же ты мне все время говоришь, что вы можете делать то, что хотите, потому что у вас военный бюджет 700 миллиардов, и ваш ВВП в 20 раз лучше? Майкл, у меня больше денег, чем у тебя, может не в 20 раз, но точно больше. Но это не значит, Майкл, что я по отношению к тебе могу вести себя как угодно. На какого зрителя был рассчитан этот ход? На того зрителя, который смотрит мою программу? Опишите этого зрителя. Ну, это человек, это мужчина или женщина, ему, думаю, что от 30 до 70, он с образованием от среднего до высшего. Вы хотите дальше, чтобы я перечислял? Примерный образ, ты понеси. От среднего до высшего, вы считаете? От среднего до высшего, я считаю. То есть, человек с высшим образованием, вот обороты, это что? А вы, для вас, для вас, человек с высшим образованием, это обязательно, так сказать, как бы... А для нас, у вас тоже высшее образование. Нет, просто я не разделяю людей с высшим образованием на тех, кому это может быть... То есть, для меня есть люди с высшим образованием, которым не близко мое поведение, есть люди с высшим образованием... Интеллигенция, наверное, так называемая. И интеллигенция тоже разная. Я вам больше скажу, огромное количество представителей интеллигенции, которые тоже есть разные. Главная претензия, которую предъявляют ко мне, знаете какая? Не то, что я Майкла за шею схватил, а за то, что я им голову не отломил. Это определенная часть людей. Вы понимаете, какие эмоции вы побуждаете в людях? Подождем, подождите. Вот вы в ваших руках колоссальный инструмент. Первая кнопка, огромная аудитория. От вашего поведения многое зависит восприятие людей. Простите, у вас что, маленький рейтинг, у вас мало людей смотрит? Один-два человека, вы можете на них влиять. И вы, пользуясь этим инструментом, показываете Артема Шенина, который может схватить, вот так и говорить, ты че? Или, простите, вынести ведерко, где подписано слово на букву Г. Не буду его повторять. Вот какой сигнал вы посылаете вашей аудитории? Зачем вы его посылаете? Я посылаю своей аудитории такой сигнал, потому что та аудитория, которая смотрит эту программу с этим ведущим, у которой, повторяю, есть выбор смотреть параллельно или практически... Так люди стали уходить, Артем. Вам ли не знать, что рейтинги «Время покажет» изменились с момента ухода Петра Толстого, который в интеллигентной форме ввел это шоу до вас? На дань. По какому измерителю? Ну, есть же определяющие рейтинги. То есть, рейтинги не поехали с уходом Петра Толстого? Во-первых, рейтинги никуда не поехали с уходом Петра Толстого, просто потому что, если вы сейчас задаете этот вопрос как человек профессиональный, а не как журналист, который хочет меня подковырнуть, то если вы задаете его как человек профессиональный, вы должны сравнивать рейтинги программы с учетом ее хронометража, который увеличился на данном, в 4 раза. Это что повлияло на снижение рейтинга? На дань. Вы сейчас спрашиваете как профессионал или вы прикидываетесь? Я просто слышала, что в вашей программе снизились рейтинги. На дань. Так вы слышали или вы разбираетесь? Люди, которые имеют доступ к цифрам, мне сказали, что рейтинги снизились. Вы чувствуете, вы сказали «я знаю», потом вы сказали, что «я слышала», потом вы сказали об этом какие-то люди. Люди, имеющие доступ, во-первых, к двух системам измерения, во-вторых, если вы сейчас упомянули рейтинги на тот момент, когда ведущим был Петр Толстой. Там были высокие рейтинги. И если вы сейчас рассуждаете или пытаетесь рассуждать как профессионал, то вы взгляните, какая там была конкуренция. Она была. Да ладно. А вы посмотрите, что выходило в параллель первый год с программой. Энтервей не запускали на этот момент свой проект. Я с этим не спорю. На России вообще ничего не... Вы с этим не спорите? Потому что, ну, как только я вам начал приводить факты, на фактах-то тут вообще разговаривать нечего. Сравнивать апельсин по степени сладости с шоколадом бессмысленно.